Вы нарушили закон намеренно, хотя у вас была возможность открыто высказываться по проблеме советских евреев. Вы нарушили закон не в Советском Союзе. Во-вторых, вы специально не сжигаете мосты, чтобы можно было вернуться из Израиля обратно в США. А проблем с визой быть не может, иначе вы бы здесь сегодня не выступали. Я ничего не имею против невежества. Иногда я не против высокомерия, но высокомерие в невежестве невероятно. Погодите минутку. Теперь вы будете молчать, сейчас моя очередь. Если вы не знаете Торы, по меньшей мере имейте уважение. Почему бы вам просто не спросить меня, как я сюда приехал, вместо того, чтобы разглагольствовать как невежда? Я здесь потому, что Госдепартамент разрешил мне въезд для консультации с моими адвокатами. Именно так сказано в официальном письме. Речь не о моих правах, а об их благотворительности. Вместо того, чтобы делать высокомерные комментарии, вы бы просто задали мне этот вопрос. Проблема в том, что в мае у меня слушанье. И если я их проиграю, меня перестанут пускать в эту страну. Если говорить о втором вашем утверждении, что я мог протестовать легально, то здесь все предельно ясно. Предельно. Брежнев был бы очень рад, если бы Кахан и встал, произнес речь, а они бы сказали, отлично, вы нас переубедили. О чем русские думают меньше всего, так это о речах и письмах. Что мы сделали, так это подвергли угрозе начавшееся потепление отношений между Америкой и СССР. Когда мы взорвали бомбу в офисе советского Амторга, на следующий же день мне позвонил посол в ООН Чарльз Йост. Он позвонил мне прямо в офис Еврейской Лиги Обороны. Он обычно мне не звонит, мы учились в разных школах. И он просит меня, Раби, пожалуйста, немедленно приезжайте, встретимся в лобби американской миссии в ООН на Первой авеню. И вот он мне говорит, Раби, вы подрываете американскую внешнюю политику. И тогда я понял, что мы победим. Я сказал ему, мистер Йост, это как раз то, чего я добиваюсь. Если русским нужна разрядка, тогда пусть они платят. Пусть они заплатят, выпустив евреев. Этот взрыв попал на первые полосы. А на какой полосе в Нью-Йорк Таймс была бы моя речь? Где была бы ваша речь? Где была бы чья угодно речь? Нью-Йорк Таймс не помещает речи на первую полосу, за исключением речи Джорджа Буша. Итак, я попал в тюрьму. Вы думаете, мне это нравилось? Мы пошли на жертвы ради евреев, которых мы любим. Это была наша обязанность. И трагедия в том, что большинство евреев этого не делали. И еще хуже то, что евреи не делали это 50 лет назад. Тогда можно было бы освободить гораздо больше русских евреев. Да.